МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации телеканал Архиз-24 в студии Азри Таркенов. Это программа событий дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Если будет интересный проект, у нас есть грантовая поддержка. Разговор по душам. Глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с участниками форума Машук и ответил на самые разные вопросы молодежи. На всех высотах очень теплый воздух и сравнительно сухой. Поэтому резкого снижения температуры мы пока не ожидаем. Мы долго ждали и сетовали, что оно не приходит, но в итоге все-таки дождались. Лето хоть поздно наступило, но выдалось жаркое. Как пережить жару, расскажем в одном из сюжетов выпуска. А горные вершины заворожили барда в 28-й раз. Традиционный всероссийский фестиваль бардовской песни прошел с успехом. В год 25-летия Крачева-Черкесии будет сдан крупнообразовательный комплекс «Школа плюс детский сад» в ауле Холодно-Родниковске. Сегодня глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с вице-премьером Республики Муратом Озовом и главой администрации Прикубанского района Хусейном Казиевым оценил ход работ по строительству и благоустройству территории школы на 180 мест и детского сада на 75. Современный объект начали строить по поручению руководителя региона взамен старой постройки. Сейчас в ней учатся 120 учеников, а детского сада в ауле вообще нет. Строительство новых образовательных объектов завершено. Ведутся отделочные работы в помещениях и благоустройство прилегающей территории. Глава Республики поручил строителям на данном этапе тесно взаимодействовать с педагогическим коллективом, которому предстоит в дальнейшем эксплуатировать образовательный комплекс. Главе района было дано поручение плотно заниматься вопросами внутреннего оснащения учебных и вспомогательных помещений, специальной техникой, оборудованием, мебелью и мягким инвентарем. День Карачао-Черкесской Республики прошел накануне в рамках работы Северокавказского молодежного форума «Машок». Молодежь со всего региона познакомилась с культурой, обычаями и народными промыслами республики. Узнали о том, как развивается Карачао-Черкесия. Кульминацией дня стала встреча главы республики Рашида Темрезова с делегацией из Карачао-Черкесии. За два часа общения руководитель региона ответил почти на 40 вопросов. Ребята рассказали о своих проектах, а также интересовались тем, чем живет республика, какие изменения ждут регион в будущем. Что особенно волнует современную молодежь и какими планами по развитию региона, поделился с активистами Рашид Темрезов, расскажет Екатерина Иванова. Порядка 200 молодых активистов в этом году представляют Карачаево-Черкесию на Северо-Кавказском молодежном форуме. Большинство молодых людей буквально мечтали попасть именно на первую смену Машука. Именно им посчастливилось получить советы не только из УЗС специалистов, но и главы родной республики. Не каждый день можно рассказать о своей идее не только другу или родителям, а услышать мнение человека, который точно знает, что сегодня необходимо региону. А потому, пользуясь уникальной возможностью, машуковцы напрямую обратились за содействием в реализации своих проектов со стороны органов власти республики. Проекты самых разных направлений, от науки и здравоохранения до туризма и культуры. По каждому из них Рашид Темрезов давал поручение присутствующим на встрече с руководителем органов власти внимательно изучить предложения и оказать поддержку. Но на форуме есть и те, кто еще не определился с проектом. Именно они интересовались у главы Карачаева Черкесии, какое направление сегодня лучше всего выбрать. Три основных направления, которые если в общем брать, это, конечно, у нас сельское хозяйство, промышленность, туризм. Это и основные составляющие нашего внутреннего регионального продукта, ну и, конечно, сфера обслуживания. Поэтому, если будет интересный проект, у нас есть грантовая поддержка. Я думаю, что мы совместно с Министерством экономического развития и Министерством туризма и молодежи поддержим. Но тут основное самое главное, чтобы не только он прибыль приносил, а еще и пользу региону. А пользу региону могут принести не только врачи, учителя или предприниматели. По словам главы региона, на поддержку со стороны республики могут рассчитывать и молодые ученые. Со следующего года порядок предоставления грантов будет переформатирован и внедрен. К слову, тема науки и современных технологий не раз поднималась во время общения главы с машуковцами. Так Рашид Тимрезов рассказал о планах создания образовательного центра на базе СКГТА, где молодежь могла бы готовить стартовые проекты для дальнейшего участия в конкурсах и грантовых программах. А на все вопросы о пользе и вреде интернета отмечал, что глобальная паутина сегодня дает большие возможности для самообразования и общения молодежи, но не всегда является единственным достоверным источником информации. И доказательством его слов стал ответ на другой вопрос – о сохранении храмового комплекса в Нижнем Архизе. С первого дня слышу какие-то спекуляции о том, что республика планирует, забирают или передают этот комплекс храмовый. Повторяю, этого не будет. Сегодня это собственность Карачаево-Черкесской республики. А сколько к нам приезжает туда, вы знаете, сколько посещает в год территорию этого храмового комплекса? Порядка 30 тысяч человек. И там ничего никогда не делалось. И поверьте, если мы для чего это сделаем? Для того, чтобы там было самостоятельное учреждение, которое будет иметь определенную технику специальную, уборочную и так далее, и так далее. Будет иметь определенный штат для того, чтобы... И плюс мы еще, я заручился поддержкой и полномочного представителя президента, и Министерства культуры Российской Федерации, о том, что мы будем вплоть даже на археологические раскопки туда. Но это будет, это есть, не будет, это есть республиканское государственное бюджетное учреждение. Образование такого центра знаковое в истории региона. Но таких событий было немало в Карачаево-Черкесии, которой в этом году исполняется 25 лет. Многие молодые люди, присутствовавшие на встрече, являются ровесниками республики. А потому их интересовало, какие изменения в развитии региона нынешний руководитель считает самыми важными. Любовь жителей Карачаева-Черкесии к республике, это вот сто процентов, что точно, мне кажется, не поменялось. А даже где-то и укрепилось. Конечно, мы наряду с республикой Ингушетия, Садыги, одни из самых молодых субъектов Российской Федерации. Но мы прошли полный путь становления. У нас принята конституция Карачаева-Черкесской республики. Приняты все нормативно-правовые документы. Мы как самостоятельный субъект Российской Федерации интегрировались в Российскую Федерацию по всем направлениям. Начиная от социально-экономических, культурных и так далее, и так далее. Я считаю, что наша республика развивается, развивается хорошими темпами. У нас очень много проблемных вопросов, над которыми нам надо еще и работать, и работать нынешней власти, работать вам, работать будущим и руководителям регионов, и вам всем. Конечно, еще раз повторюсь, каждый из моих предшественников, безусловно, внесли огромный вклад в развитие нашей республики. Но еще раз, я в этом абсолютно уверен, республика состоялась в первую очередь нашим жителям, нашему населению Карачаева-Черкесской республики. Говоря о развитии Карачаева-Черкесии, машуковцы подняли вопрос о судьбе нового школьного учебника по истории республики. Глава Карачаева-Черкесии подчеркнул, что это очень серьезная и аккуратная работа. И пока новый учебник не будет тщательно доработан, говорить о его выходе в свет не приходится. Никакого нового учебника 1 сентября не будет. Мною было конкретно дано поручение о создании учебника истории Карачаева-Черкесской республики. Вот то, о чем мы сегодня говорили, о том, что республике 25 лет, о тех людях, которые внесли вклад большой. И пока он не будет доработан, этот учебник, в том числе и учебники по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии, пока он не будет доработан и в том числе с специалистами отдела Кавказа ведения Российской академии наук, пока этот учебник не пройдет очень серьезную, в первую очередь, в том числе и общественную экспертизу, он, конечно, выпускаться не будет. Большая часть вопросов касалась строительства спортивной и культурной инфраструктуры. Рашид Тимрезов сообщил, что реконструкция республиканского театра намечена на 2018-2019 год, а реконструкция главного стадиона республики Нарт уже началась. Не останутся без внимания и стадионы в Учки-Кении и Карачаевске. А вот на вопрос о благостройстве поселков республики глава рассказал о конкретных поручениях, которые уже исполняются, но отметил, внешний вид населенного пункта зависит не только от власти, но и от самих жителей. Также молодые активисты воспользовались возможностью задать главе вопросы личного характера, например, какую литературу выбирает глава субъекта. По словам Тимрезова, серьезный отпечаток в его душе на различных этапах жизни оставили разные книги, по большей части классические произведения. Машуковцы долго не отпускали главу и искренне поблагодарили его за открытую и теплую беседу. В свою очередь Рашид Тимрезов пожелал ребятам удачи при защите своих проектов и выразил уверенность в том, что все они обязательно добьются поставленных целей, а республика им в этом поможет. На своей странице в Инстаграм уже по приезду глава написал, что с огромным удовольствием пообщался с участниками делегации. Умные, яркие, талантливые ребята. С вами было интересно. Екатерина Иванова, Мурат Кочев, Далиль Мирза, Архыз 24. А предварила вечернее общение Рашида Тимрезова с машуковцами праздничная программа, посвященная Дню Карачао-Черкесии. Чтобы познакомиться с культурой и традициями соседей на Северокавказском форуме, каждый год традиционно проходят Дни Республик участников. День Карачао-Черкесии стал не только кратким гидом по национальным особенностям республики, но и собрал десятки машуковцев вместе во время веселых танцев. На праздник в Пятигорск приехали лучшие мастера региона, чтобы показать, чем славится небольшая, но колоритная Карачао-Черкесия. Тем более, что здесь собраны традиции порядка 90 национальностей. На праздники родной республики побывал и наш корреспондент. Машук – это, пожалуй, лучшее место, где молодежь может познакомиться не только с представителями, но и культурой других регионов. Причем лучше всего это делать через традиционные обычаи. Именно так считают студентки колледжа искусств, которые приехали на Машук – не только защитить свой проект, но и принять активное участие в презентации своего региона. Девочки устроили настоящий мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Кстати, именно творчество – основная идея их проекта. Жанна и Владлена мечтают открыть свой кабинет арт-терапии. Люди подходят совершенно разных регионов. Неважно, с какой области они подходят, все интересуются, всем это интересно. То есть они подходят, а что это, а как это, а можно потрогать, а можно попробовать. Я лично показываю роспись ткани, называется это батик, техника батик. Я показываю точечную роспись стекла. Люди действительно на самом деле самые разные подходят, и всем интересно, все спрашивают, как вообще это делается, потому что это достаточно удивительно – роспись тарелки. Но не только молодежь приняла участие в работе над национальным двором Карачаева-Черкесии. Лучшие ремесленники республики приехали в Ставропольский край со своими произведениями искусства. Здесь можно было познакомиться с поделками из камня, дерева и глины. Наглядно увидеть отличия в дизайне национальных платьев и головных уборов. И даже узнать, как работают музыкальные инструменты разных народов. Кроме того, здесь можно было найти предметы быта, выполненные по самым, что ни на есть, старинным технологиям. «Чисто хлопковая ткань, бархат. Сегодня я вот этот набор представляю серебряными украшениями, чистый хлопок и бархат. И в старину тоже из этого бархата шили. Наверное, этому бархату более 70 лет, с бабушкиного сундука». Уникальные работы из войлока, металла, глины, тростника и дерева поражали гостей подворья. Представители делегации из Карачаева-Черкесии, хоть и не первый раз видели подобную выставку, все же не переставали удивляться таланту своих молодых земляков. «Очень добротно, очень хорошо. Ребята очень активные. Молодежь наша участвует. Я вот смотрел сегодня целый день во всех проектах, которые работают здесь, реализуются на этом форуме». «Молодцы те, кто представляет декоративно-прикладное искусство наших народов. И этим, конечно же, приобщая других народов, молодежь других народов, знакомя с нашей культурой, приобщая к нашей культуре. И тем самым мы цементируем единство культуры народов Кавказа». Почетных гостей из других регионов в национальном дворе Карачаева-Черкесии традиционно встречались с чашей айрана и национальными танцами. Масштабная и разноплановая экспозиция не оставила равнодушным ни одного участника праздника. «Сегодня мы узнали о этой республике и о ее обычаях совсем с другой стороны, более углубленном. И нам очень понравился, в принципе, праздник». «Кстати, да, мы познакомились, в нашей тридцатке тоже есть представители Карачаева-Черкесии. Очень веселые ребята. Очень уважительные и интересные». К слову, и сами участники из Карачаева-Черкесии уже успели соскучиться за атмосферой родины, а потому получили большое удовольствие от дня своего родного края. «Очень понравилось. Я успела и потанцевать. Было очень интересно. Очень много экспонатов. И тиберда всегда со своими эксклюзивными сувенирами. Было очень весело». «Мне понравилось очень то, что лесгинку танцевали. И я заметил, что лесгинка отличается у разных народов. Я думал, что везде она одинаковая, а она совсем разная. Я очень ждал, что у нас будет карачаевская груша. Очень ее ждал, но, к сожалению, нет». «День Карачаева-Черкесии» на северокавказском молодежном форуме «Машук-2017» продолжался до самого вечера зажигательными танцами и песнями. Екатерина Иванова, Мурат Кочев, Далиль Мирза, Архыз, 24. Получить бесплатную юридическую консультацию. А в ауле Альбурган прошел прием граждан, организованный Государственным юридическим бюро. Каждый желающий мог прийти и задать интересующий вопрос. Как оформить земельный участок? Или какие документы необходимы для участия в программе «Молодая семья» и другое? Наша съемочная группа побывала на встрече. Тимур Кумуков, житель аула Альбурган, обратился за юридической консультацией по земельному вопросу. Дело в том, что несколько лет назад его отцу достался в наследство дом с земельным участком. Теперь, по прошествии времени, когда взялись за оформление бумаг, оказалось, что на землю нет необходимых документов, чтобы вступить в наследство. Директор юридического бюро пояснила мужчине, что у него есть несколько вариантов оформления земли – либо в аренду, либо в собственность, и объяснила порядок действий. Вы оформляете полностью документы, вызываете кадастрового инженера по фактически сложившимся границам, чтобы споров не было с соседями. То есть основное – это сейчас оформить кадастровый учет. Без кадастрового учета вы право собственности ни на землю, ни на дом не получите. Такой официальный через Росреестр. Поэтому начинайте с кадастровых инженеров, ставите на кадастровый учет, обращаетесь в управление Росреестра. Если возникнет вопрос, конечно, по наследству, тогда нужно будет обратиться в суд. А вот Элла Джамбекова – мать-одиночка. Она является участницей программы для молодых семей. Более того, у нее самой имеется инвалидность. Женщину интересовал вопрос, имеет ли она какие-либо льготы и может ли быстрее получить субсидию по программе. В управлении по делам молодежи мы уточним, программу тоже посмотрим. Вы в свою очередь обязательно обратитесь, зафиксируйте тот номер порядка, в котором вы на сегодня состоите. И если необходимо будет, донесите документы. То есть определите, что вы мать-одиночка, что имеется инвалидность. Стоит отметить, что большинство вопросов на встрече касались все же оформления права собственности на землю и недвижимость. Подобные бесплатные юридические консультации сотрудники бюро оказывают всем желающим. Также проводятся выездные приемы граждан во всех районах республики. По словам директора, основная цель таких встреч – помочь людям в решении их обращений. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Далиль Мерза, Архыз 24. А к другим темам. Мы долго ждали, что оно не приходит, но в итоге все-таки дождались. Лето хоть выдалось и поздним в этом году, наступив с отставанием на месяц календарным летом, но выдалось очень знойное. Около месяца столбик термометра не опускается ниже 30 градусов. Аномальная жара наблюдается на территории всей республики. Чего стоит опасаться в такую погоду, как пережить жаркие дни и душные ночи, расскажем в следующем сюжете. Это лето выдалось действительно жарким. На протяжении нескольких недель температура воздуха в целом по Карачао-Черкесии не опускалась ниже отметки 30 градусов. Синоптики констатируют, в ближайшие дни будут самыми жаркими за все нынешнее лето. Это связано с переносом воздушных масс. Сейчас установился западный устойчивый перенос воздушных масс, а с запада у нас как раз идет тепло. На всех высотах очень теплый воздух и сравнительно сухой. Поэтому резкого снижения температуры мы пока не ожидаем. В отдельные дни, конечно, могут небольшие дожечки пока пройти. В горах чуть побольше и увеличение облачности. Значит, температура на 1-2 градуса может некоторые дни понижаться. Но в основном она будет удерживаться где-то в районе 30-32 градусов в дневное время. Об опасности жары предупреждают медики и спасатели. Многие жители городов и районов тяжело переносят температуру выше 30 градусов. Особенно люди с хроническими заболеваниями и проблемами сердца. Врачи советуют больше пить жидкости и по возможности не находиться на открытом солнце. Спасаемся от жары дома под кондиционером до 4 часов. 4 часа вот внука веду на фонтан, здесь попрыгает. 5 часов пойдем на остров. Там будем отдыхать, чуть-чуть там попрохладнее. Нам очень нравится, потому что мы вернулись в отпуск на родину. И вот этой жарой безумной просто мы наслаждаемся. Я хочу сказать, что я приехала из Дальнего Севера. Такой жары, конечно, как у вас, у нас не было уже давным-давно. Сейчас у нас ночью 3 градуса, а днем 6. Поэтому то, что сейчас происходит в Карачаево-Черкесе, это блаженство, это красота, это прекрасно. Переносимость жары у каждого отличается. Но все равно будьте бдительны. Риск тепловых и солнечных ударов крайне велик. Случаи обращений граждан к врачам по причине теплового удара в данный период возросли. Поэтому, если чувствуете недомогание, головокружение, общую слабость, то следует незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи. В связи с аномальной жарой участились вызова, это солнечные удары, обострение хронических заболеваний, таких как гипертонические кризы, эпилепсии. Как бы настоятельно рекомендуется в часы активных вас на улицу не выходить. Это утром до 11 и вечером после 4 рекомендуется прогулка. Кроме тепловых ударов, в жару также возрастает риск подхватить инфекционное заболевание. Не следует забывать о том, что продукты питания при высоких температурах быстро портятся и можно получить пищевое отравление. Также следует помнить о важности соблюдения личной гигиены. Конечно, пользоваться головными уборами, зонтиками. Если человек обнаружит кого-то в бессознательном состоянии, то расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха, облить водичкой, если в состоянии дать выпить воды, обильное питье нужно. Ну и вызвать скорую помощь. Из мобильных телефонов это 103 набирается со стационаром 0-3. Очередной опасностью подстерегающей каждого может быть отдых вблизи водоемов. Не следует купаться на неотведенных для этого местах и злоупотреблять солнечными ваннами. Следует максимально соблюдать меры предосторожности, обильное питье, головной убор и избегание прямых солнечных лучей. В таком случае жару переносить намного легче. Тем более, что август пролетит быстро, а за ним пролетит и прохладная осень, уступив место холодам, на которые мы тоже непременно будем жаловаться и скучать по жаре. Оксана Качкарова, Ренат Ибрагимов, Роман Баюра, Архейс 24. Горные вершины. В поселке Домбай прошел 28-й по счету Всероссийский фестиваль бардовской песни. Приуроченный к празднованию 25-летия нашей республики, он собрал более 50 участников из разных уголков России. Старые знакомые горы песни у костра. Одним словом, романтика. Некоторые из выступавших писали новые песни уже на самом фестивале, вдохновленные красотой природы. Наша съемочная группа окунулась в мир песен и красоты. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Свою новую песню «Горы» Виталий Свериденко написал за ночь до своего выступления на фестивале. Вдохновленный красотой местной природы и величием гор, бард решил передать все свои чувства через музыку и стихи. В Домбай Виталий приехал впервые. Сам он из Кемеровской области. За свою творческую жизнь он побывал на многих фестивалях бардовских песен, но этот стал для него особенным. Я хотел петь одну песню авторскую, но написал другую, про горы, которую написал здесь буквально вчера. Можно понять, какие впечатления острые произошли со мной, что даже написал песню. Еще я побывал на кладбище альпинистов, еще вот это меня подтолкнуло. Я просто представил картину, как они погибали в горах, очень все это переживал душевно. Фестиваль «Горные вершины» проходит в поселке Домбай уже в 28-й раз. Это давно стало доброй традицией. Многие участники стали добрыми друзьями и братьями по духу. Говоря о фестивале, я хотел сказать, вы сами видите, как горят глаза этих участников. Они ждут, когда придет это время, август месяц, чтобы еще раз вернуться, посмотреть на эту красоту нашей республики. Я сегодня говорил о том, что да, действительно, я с гордостью сказал это, что мы процветаем, у нас есть чем гордиться. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что дружба и совместное понимание друг друга наших народов – достижение всей нашей республики. В первую очередь фестиваль носит статус всероссийского. Это огромный вопрос, который направлен на решение именно прививания культуры, обычаев народов, проживающих в Карачао-Черкесской республике. Это туристическая пропаганда наших замечательных курортов. Ну и, конечно же, дружба между народами, республик, областей, всей России вместе в целом взятой. В день открытия фестиваля состоялись выступления участников в номинации «Лучшая авторская песня», где на суд членов жюри были представлены песни собственного сочинения. Со сцены звучали как сольные композиции, так и песни в дуэте. Пусть ходят гости к нам за год, а мы всех напоим чая. Давай посадим огород, набьем воду картошкой вкусной, и будем сыты круглый год. А в гости никого не пустят. Для Елены Донец и Сергея Зацепилина исполнение в дуэте новый опыт. Несмотря на то, что оба уже матерые участники Бардовского фестиваля, каждый год они приезжают сюда с огромной радостью и желанием вновь встретиться со старыми знакомыми. Это очень важно для того, чтобы люди развивали свое творчество, чтобы люди не боялись показывать себя, показывать свою душу, открывать ее. И как, где можно, но как только они здесь, перед друг другом. Кто как снимает стресс. Я приезжаю сюда, я не пью вообще. Здесь я снимаю все стрессы, получаю заряд для будущих каких-то шагов в творчестве. И общение с друзьями, всех знаю. Стоит отметить, что программа фестиваля была насыщенная. Экскурсии по природным достопримечательностям Дамбая, концертные программы, вечерние костры дружбы и, конечно же, море положительных эмоций и впечатлений. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архэс 24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале «Архэс 24». Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин